Друзья, всем доброго времени суток и давайте в данном видеоролике разберем проект CryptFunder и разберемся в чем же его суть. Так вот, ICO данного проекта стартует совсем скоро, через 22 дня. И соответственно вы видите, что уже довольно высокие рейтинги этот проект имеет на различных трекерах ICO, таких как ICO Bench, на Track ICO, на ICO Holder, Found ICO и так далее. Так вот, что же такое вообще в принципе CryptFunder? Это дестерализованный фонд, который соответственно помогает стартапам, ICO и блокчейн-компаниям для того, чтобы взаимодействовать между собой. Ну что ж, такие, скажем так, общие описания данного проекта, давайте чуть-чуть более глубоко в него погрузимся. Ну и соответственно важно понимать, что действительно в CryptFunder есть много плюсов. И сейчас, вот если мы обратим внимание, то в общем-то когда люди заходят на ICO, то они ищут именно фонды. Почему так? Потому что фонд нам позволено заходить на такие этапы, как допустим PreSale, либо даже PrivateSale. И почему-то выгодно, дело все в том, что на этих этапах более выгодные условия. Именно поэтому, соответственно, сейчас фонды пользуются большой популярностью. Ну и CryptFunder, это соответственно такой первый именно криптофонд. Это именно данный такой вот проект, который позволяет осуществить то, что я ранее сказал. То есть охранить именно в качестве, в общем-то, фонда на данный, в общем-то, ICO проект, допустим. Ну и в принципе в криптовалюту. Ну что же, также есть стратегия, соответственно, данного проекта. То есть тут, прежде всего, конечно же, идет поиск различных перспективных ICO. Далее идет набор участников. Ну и далее, соответственно, здесь идет, в общем-то, создание фонда и подключение к, соответственно, стартапу. Ну и далее, соответственно, вы будете сохранять свои токены, которые купили. И, естественно, зарабатывать на их росте. Ну и, естественно, здесь какие-то должны быть и плюсы. Понятное дело, что они есть. Так вот, это защищенность, естественно. Но это, прежде всего, важно понимать, что на блокчейне, в принципе, защита довольно высокая. Это то, что, когда будет фонд, то понятно, что, в общем-то, проще участвовать в росте, что я говорил. Также это получение токенов. Ну и также это, собственно говоря, портфолио. Ну что же, теперь про ICO. Давайте разберемся. Так вот, общая эмиссия – это 40 миллионов, на продажу входит 20 миллионов. Вот дата начала продажи 25 мая. И 45 дней – это, в общем-то, столько именно дней будет идти ICO. Вот. И 15% – это бонусы на первом этапе. То, что я говорил. Ну а далее будут бонусы 10%, 5%, 2%. Это последний этап будет уже без бонусов. Ну это тоже, в принципе, довольно логично. Вот. Ну и дорожная карта тоже данного проекта здесь есть. Так вот, они, в общем-то, появились в сентябре 2017 года. То есть, чуть больше, чем полгода назад. Ну и далее было, соответственно, создание команды. Была разработка, в общем-то, концепта, white paper. Ну и, соответственно, дальнейших планов на данный проект. Сейчас мы находимся на этапе, соответственно, запуска ICO. Вот. Ну а далее, что будет? Будет успешное завершение ICO. Ну и будет реализация различных, в общем-то, этапов, которые они далее планировали. Ну и, допустим, здесь предполагаемая цена токена – это вначале 5 долларов, потом 15 долларов, затем 20 долларов, потом, соответственно, уже выше 20 долларов, допустим, 55 долларов. Ну и, соответственно, далее вот они хотят, чтобы в декабре 2019 года цена токен была 100 долларов. Посмотрим, насколько это будет. Пока заранее сложно про это говорить, безусловно. Ну что ж, естественно, white paper данного проекта. То есть, кого интересует данный проект более детально, рекомендую изучить как раз-таки white paper. Ну что ж, ну и здесь, собственно, этапы ICO тоже они будут разобраны. Но пока сегодня началось то, что я говорил, поэтому рано про это говорить. Ну и здесь про распределение токенов тоже есть информация. Тоже можете с ней ознакомиться. Ну что ж, команда данного проекта тоже перечислена. Поэтому, кого интересует, можете почитать про них тоже более детальную информацию. На этом останется, пожалуй, я уже в данном видеоролике все-таки не буду. Ну что ж, вот такие вот краткие сведения про данный проект. Я думаю, что недостаточно для того, чтобы вы поняли, хотите ли в нем участвовать или нет. Вот если хотите, все равно, конечно же, рекомендую познакомиться с данным сайтом более детально. Ну и, естественно, изучите хотя бы, скажем так, вкратце white paper, потому что все-таки там есть те тонкости, которые я не рассказал в своем видеоролике. Ну что ж, тогда спасибо всем за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok